Так, хорошо, тогда мы уже записываемся, можем начинать? Да. Окей, но вы хотели на русском, так что можно на русском. Я присылал вопросы, но можно, если захотите как-нибудь уходить еще в какие-то новые темы, то в принципе тоже можно. Но интервью в основном будет для людей, которые следят за нашими международными проектами, за Арникой. То есть такое не совсем широкое сообщество, но кто знает. Многие люди нас спрашивали, что оно в Беларуси, поэтому мы хотели сделать такое интервью с вами, чтобы мне не рассказывали, что в Беларуси. Хорошо. Хорошо, тогда первый вопрос к Ирине. Но после 30 лет работы Экодома, активного вовлечения в решение проблем в разных экологических проблем Беларуси, ваша организация была закрыта, и еще ее обозначили экстремистической организацией. Как вы лично себя чувствуете после таких событий? Чувство двоякое. Некоторые коллеги даже нас поздравляли, потому что, с одной стороны, это в определенной степени признание. Значит, мы эффективны, значит, мы создаем неудобства власти, и можно, наверное, как бы сказать, что, ну, значит, хорошо работали. С другой стороны, конечно, это очень странные ощущения, потому что, конечно, мы не экстремисты. Мы никогда не были экстремистами, мы всегда находились в таком, как это, ну, то есть, насколько это возможно, там, в правовом поле в белорусском, когда мы работали. Мы никогда не занимались какой-то вот именно экстремистской деятельностью, мы критиковали власть, мы старались улучшить возможности для граждан защищать свое право на благоприятную окружающую среду. И считать это экстремизмом – это такой, как бы, нонсенс, но это показывает состояние белорусских властей сейчас, то есть у них, ну, здравого смысла, ожидать от них какого-то здравого смысла уже не приходится. Ну, вы еще должны были выехать из страны, потому что была большая угроза вашего преследования, и сейчас большая часть, ну, группы Экодома находится в других странах Европы. Как вы сейчас продолжаете вашу деятельность, или вообще можете вы продолжать деятельность в сторону какого-то вовлечения в экологические проблемы Белоруссии? Ну, мы, конечно, продолжаем нашу деятельность, и наш фокус, конечно, Беларусь. Мы максимально стараемся следить за ситуацией в Беларуси, быть в контакте с нашими коллегами-активистами, которые в Беларуси. Насколько это возможно влиять на то, что происходит внутри страны, конечно, у нас очень мало сейчас инструментов влияния. В тех местах, где возможно, мы пробуем использовать какие-то международные инструменты, которых тоже становится все меньше и меньше. Но, тем не менее, распространение информации все еще доступно для нас. Помощь гражданам, несмотря ни на что, которых волнуют экологические проблемы в Беларуси, мы оказываем. Как ни странно, несмотря на то, что в Беларуси правовой дефолт, и, в общем, законы в основном не работают, но в области охраны окружающей среды иногда удается, все-таки пользуясь белорусским законодательством, что-то изменить или привлечь к чему-то внимание. Недавно мы проводили исследование по поводу того, насколько белорусов, волнуют ли их экологические проблемы, готовы ли они что-то делать. Ну и, в общем, результаты исследования показывают, что эта тема все еще, как она присутствует, что людей это волнует, они, конечно, сейчас не готовы к каким-то, не знаю, резким, наверное, действиям или движениям, но их заботят, и, насколько это возможно, они стараются отстоять какие-то зеленые территории, попытаться понять, все еще проходит у нас общественное обсуждение каких-то строящихся объектов, и люди стараются повлиять на эти стройки так, чтобы было меньше угрозы окружающей среде. Марина, пожалуйста, может добавить? Да, я, может быть, немного как бы добавлю, возвращаясь, с одной стороны, к вопросу вынужденного нашего отъезда. С одной стороны, действительно, наша команда была вынуждена уехать из-за преследования уголовного, как бы в том числе, но с другой стороны, релокация и отъезд помогают нам продолжать свою деятельность. Мы понимаем, что, находясь как бы в Беларуси, действительно, есть, с одной стороны, как бы страх, и он обоснованный быть задержанным за любую коммуникацию с СМИ, например, потому что, когда мы говорим о том же статусе экстремистского формирования, мы были первой именно общественной организацией, которая получила такой, как бы, статус, но до этого этот статус государства белорусское присвоило ряду средств массовой информации, различным движением, как бы. Потому нужно понимать, что в стране, где, как бы, правовой, как бы, дефолт, сложно ожидать каких-то, там, не знаю, как бы, рациональных шагов и искать, как бы, в них, как бы, логику. Потому, находясь, как бы, не в Беларуси, мы можем позволить себе в том числе говорить от имени тех активистов, инициатив, которые не смогли бы это делать, находясь, как бы, в Беларуси и продолжать ту деятельность, которая не осуществляется рядом организаций и инициатив ввиду, там, ликвидации, репрессий, преследований. И нужно понимать, что последние, как бы, два года, как бы, не только организации и активисты живут внутри Беларуси, вот в этом, вот, тотальном, как бы, страхе и ожидании, что к ним придут, их могут задержать за любые, там, комментарии, за сборы подписей, так, не говоря уже, там, о протестах, даже по экологическим, как бы, вопросам. Вот, и это ощущение внутри Беларуси, мы видим, что у людей, как бы, сохраняется, потому мы, как бы, находясь в безопасности, ищем различные способы и инструменты, как все равно продвигать экологическую, как бы, повестку, как помогать людям, которые, как бы, остаются, защищать их права, рассказывать об их, как бы, правах. И мы видим запрос, как Ирина правильно сказала, как бы, даже результаты исследования, как бы, подтверждают, что, несмотря на эту политическую, как бы, ситуацию, запрос на экологическую повестку, он остается. Ну, вы говорили о правовых инструментах, но мы все наблюдали за ситуацией, когда Беларусь выходила из Сокурской конвенции, что было вообще первым таким случаем страны, которая в публику сказала, что, в принципе, не готова защищать экологические права своих граждан. Это такой совсем уникальный, отрицательный кейс. И вы сейчас говорите, что в Беларуси еще остались активные люди. То есть там действительно есть еще какие-то активисты. Или как вообще жить в Беларуси на сегодня людям, которые хотят защищать свое право на здоровую окружающую среду и защищать свои права как граждане? Да, вы правильно сказали, что Беларусь вышла из Оргусской конвенции. При этом при принятии такого решения они заявили, что это не повлияет на возможность реализации граждан и их экологических как бы прав. И хотелось бы, конечно, в это верить, но мы видим, что и до выхода Беларуси из Оргусской конвенции и мы не можем сказать, что государство не только гарантировало, но и обеспечивало соблюдение экологических прав граждан. В стране действительно остаются не только экологические активисты, но и люди, инициативы, которых волнуют экологические вопросы, которые все равно продолжают что-то делать на локальном уровне, на уровне своего района, города. Единственное, что нужно понимать, что ситуация изменилась ввиду обстановки, и люди стараются такую деятельность не публичить, делать какие-то более локальные действия, не писать об этом в СМИ, и стараться, ну, как бы все равно на своем каком-то уровне предпринимать те действия, которые как бы возможны. И мы видим такой интерес в том числе по тому, что люди, инициативы продолжают к нам обращаться за консультациями, с вопросами, что они могут делать по тем или иным вопросам, например, как принимать участие в общественных обсуждениях, когда строится каком-нибудь предприятии, что делать, когда у них в том числе вопросы к качеству воздуха, да, или как организовать раздельный как бы сбор мусора, вот. Очень интересно. Можете нам сказать сейчас, какая ситуация на сегодня, потому что мы уже говорили о том, что экодом был запрещен, можно сказать, то есть официально вы уже не имеете права беларусы работать как общественная организация, и мы знаем, что таких случаев было достаточно много. Можете сказать на сегодня такую, ну, примерную статистику можно, на какой стадии, на этой этапе находится сейчас вообще неправительственный сектор Беларуси, и какая ситуация активистов, то есть есть сейчас кто-нибудь под прямой угрозой какого-то преследования на сегодняшний день? Ну, про статистику мы можем сказать, что в Беларуси за последние как бы два года было ликвидировано более тысячи общественных организаций различных, да, и принудительно ликвидировано, и часть из них как бы приняли решение о самоликвидации, да. Из этого количества организаций порядка 90 организаций экологических или с экологической как бы тематикой были ликвидированы или вынуждены как бы самоликвидировать. Мы понимаем, что это примерная как бы цифра, потому что о некоторых организациях мы можем не знать, да, как бы, возможно, часть из этих организаций, которые как бы ликвидированы, были ликвидированы уже до этого какое-то время, например, не осуществляли как бы свою деятельность, да, но это огромное количество организаций, потому что и до 20-го экологический сектор не был в Беларуси очень велик, и мы сейчас можем наблюдать, что практически все организации экологические, которые были живые и активные, были ликвидированы, подверглись не только ликвидации, но и различным формам репрессии. Мы до сих пор наблюдаем в государственных СМИ кампании по дефамации, в том числе экологических активистов, инициатив, ликвидированных организаций. Это был и ряд обысках и в офисах организации, и у представителей организации. Часть людей подверглись различным проверкам различных как бы органов, потому мы можем сказать, что сектор находится в состоянии адаптации, потому что некоторые организации прекратили свою деятельность, да, как бы после ликвидации. Некоторые организации, например, ищут новые формы и подходы в работе, да, а некоторые инициативы ушли в такую как бы тихую деятельность, да, как бы потому мы можем думать, что они прекратили свою активность, мы, например, можем не видеть ничего как бы публично, но при этом что-то как бы происходит, исходя из той ситуации, которую как бы они видят как бы возможны. Что касается активистов, сейчас примерно в Беларуси мы можем сказать, что среди политзаключенных, признанных, как бы порядка 10 активистов сидят в тюрьме. Это активисты или, например, низовых каких-то инициатив, экологические активисты, или это, например, как бы Виктор Финчук среди как бы этих активистов, который признан политзаключенным, который является известным орнитологом, ранее был директором такой достаточно экспертной организации, как Ахова Птушек-Батьковшина, которая тоже, к сожалению, как бы была как бы ликвидирована, или, например, такие активисты, как Сергей Петрухин или Александр Кабанов, они достаточно известные такие локальные активисты, которые участвовали в кампании против строительства аккумуляторного завода возле Бреста. Ну да, ситуация, конечно, грустная. Но можете нам сказать, почему ваш, ну, то есть не ваш, а белорусский режим сегодняшний чувствует, что считает экологическое движение настолько опасным, что настолько жестко выступает именно против эколога? Ну, конечно, понятно, что он не будет хотеть там свободные СМИ или политические партии, но почему именно экологические активисты оказываются под таким давлением? Ну, я могу сказать, что мы бы не выделяли, что именно экологические активисты и организации находятся под особым давлением. В Беларуси мы видим по ликвидированным организациям инициативам и по политзаключенным, которые как бы в Беларуси более тысячи. Мы видим, что режим начал зачистку всех сфер деятельности, да, и были ликвидированы организации от зоозащитных организаций до социальных организаций, и даже организации, которые до 20-го года даже сотрудничали с государственными органами, тоже подверглись, как бы, зачистке. Потому можно сказать, что белорусский режим просто идет поэтапно, по различным, как бы, секторам и защищает любую гражданскую активность. Угу, угу, да. Ирина, вопрос к вам. Мы видели, что самое такое большое экологическое движение это была кампания против строительства атомной станции, но она, к сожалению, была неудачной в том плане, что станция стоит, хотя эта кампания могла очень сильно повлиять на развитие гражданского общества. Но мне интересно узнать от вас ваше мнение, насколько вот эта энергетическая политика, то есть насколько атомная станция, ну, помогла развивать или поддерживать вот этот диктаторный режим Беларуси, потому что она также связана с, ну, с политикой России, то есть станция устроила российский Росатом, и она действительно тоже как-то влияет на государственные структуры, потому что атомная энергетика, она достаточно такая централизованная. То есть видите ведь как-нибудь связи между именно энергетикой и, можно сказать, политикой или режимом? Ну, я думаю, что в первую очередь строительство атомной станции это был российский проект для того, чтобы как бы еще темнее... Беларусь, потому что как бы в Беларуси не было никогда атомных станций, у нас нету специалистов, у нас нету опыта эксплуатации атомных станций, и понятно, что нам импортировали технологии и специалистов, и, ну, и дополнительную зависимость. Несмотря на то, что власти все время говорили, что это диверсификация энергетики, но какая здесь диверсификация, если мы все равно зависим от одного и того же поставщика ресурсов, как и российский газ, так и российский уран, мы зависим от одной страны. И это, конечно же, еще такие какие-то, как это, амбиции Лукашенко, потому что ему всегда хотелось строить какие-нибудь мегаобъекты, а тут ему хотелось тоже попасть в ядерный клуб. А сейчас это большая проблема, потому что станция, первый реактор запустили, но вот в этом году он простоял практически полгода. Это говорит о том, что качество строительства плохое. Судя по всему, есть проблемы, но так как это все, конечно, непрозначено и закрыто, мы не знаем, насколько серьезные это проблемы, насколько это опасно. А последние такие очень тревожные информации от украинской разведки, что на белорусской, на островецкой АЭС готовится теракт. Это говорит о том, что, в общем, мы были правы изначально, когда мы пытались остановить это строительство, что этот проект опасный, и есть много уровней опасности этого объекта, тем более, что вот в условиях войны, в которой, к сожалению, Беларусь тоже участвует, как государство, которое предоставило свою территорию для нападения. И Беларусь, которая уже серьезно пострадала от Чернобыльской аварии, может пострадать еще раз, тем более, что станция как бы построена на северо-западе Беларуси, на чистых территориях, и, в общем, в случае какой-нибудь аварии, теракта или чего-нибудь такого, то есть мы можем лишиться еще огромного куска нашей земли. Но сейчас я хотел перейти к таким, можно, более сегодняшним, или более позитивным точкам вашей деятельности. Экодом в 2022 году совместно с Арникой пытался сформулировать концепцию зеленого развития Беларуси, что очень актуальная тема именно для стран Евросоюза, не только сегодня. И мне хотелось бы узнать, как вы видите такую зеленую Беларусь, если можете коротко описать, как бы ваша страна могла развиваться в таком направлении? Ну, конечно, просьба описать это коротко. Это такая невозможная задача. Но я попробую как-то что-то рассказать про это. Но дело в том, что мы пока еще в процессе. И вот там как бы на одном из каких-то промежуточных материалов очень коротко мы написали, что Беларусь – это страна возможностей и высокого качества жизни, место, где нет ненависти, отчаяния и страха. И вот можно подумать, что здесь нет ни одного слова «экология», ни одного слова «зеленая», там какая-нибудь экономика или устойчивое развитие. Но мы как раз придерживаемся такого подхода, в котором нужно говорить не о том, чтобы выделять экологию в какую-то там отдельную область. Что вот этот экологический подход или забота об окружающей среде, она должна быть одним из принципов, который используется в разных секторах экономики или управления государством. То есть это должны быть и зеленая экономика, и зеленые финансы. Это должна быть и декарбонизация. Это и охрана биознабразия, и правильное использование ресурсов. Это и адаптация к изменению климата, и это и зеленые города. То есть если мы как бы говорим про зеленую Беларусь, то наша мечта, наверное, так нужно говорить, то, что вот эти экологические зеленые принципы – это сквозные принципы для всей страны. может показаться очень странным, что во время политического кризиса, войны в Украине, мы говорим о зеленом будущем Беларуси. Но это очень важный процесс, потому что мы уверены, что рано или поздно, скорее рано, в общем, достаточно в обозримом будущем и в Беларуси начнется трансформация. То есть мы сейчас не можем сказать, каким образом будут происходить перемены. Будет ли это какая-то там революция, Лукашенко ли умрет, и начнутся какие-то процессы. Но к этому моменту мы должны быть готовы, если мы хотим всерьез повлиять на то, как будет меняться и строиться наша страна. Мы должны понимать, как во всех этих областях, что нужно менять, какие законы переписывать, какие реформы предлагать. И вот сейчас у нас как раз идет работа, где мы стараемся от таких вот, как я вначале сказала, очень таких общих лозунгов перейти к очень конкретным предложениям. И я надеюсь, что вот в очень ближайшем будущем мы сможем уже представить какую-то картинку даже с определенной детализацией. Ну и это, я хочу сказать, что эта работа, она очень поддерживает и вдохновляет нас в эти сложные времена и дает нам как бы смысл и мечту, к которой мы хотим приблизиться. Да, и быть готовыми к этим визуам. У меня еще один вопрос на нашу совместную работу, Тесекудо Майярники. В прошлых годах мы тоже старались вас поддерживать в развитии сети гражданского мониторинга качества воздуха, что тоже очень актуальная тема для многих стран Европы. Насколько сегодня еще получается эту сеть поддерживать, насколько она работает? И можете сказать, если вообще и гражданам даже интересно на сегодня еще смотреть там детали про загрязнение, так как было раньше? Конечно, гражданам интересно. Вот как мы уже говорили, что вот в исследовании там даже проблемы загрязнения воздуха стоит в одном, ну, может быть, не первой, но где-то второй по значимости для людей. И чем хорош, собственно говоря, эта система мониторинга, как мы говорим, это народный мониторинг. То есть это та вещь, которая не привязана к... Ну, то есть нам не нужно этим управлять. Когда люди сами установили свои датчики и данные как бы транслируются через интернет и собираются, и их можно видеть просто на карте, то эта система работает, и люди могут иметь доступ к этой информации совершенно спокойно. Поэтому, то есть оно работает. Как бы вот сообщество людей, у которых есть датчики, они очень активно обсуждают разные вопросы или где-то, когда они видят превышение, они пытаются разобраться, в связи с чем это случилось. То ли это там осенью все начали сжечь свою листву на дачах, или это принесло какие-то там чернобыльские пожары, или это выброс из какого-то предприятия. То есть все работает. Ну, я, может быть, еще добавлю, что мы Экодому 26 лет, и мы долгие годы вообще работаем с темой защиты экологических прав граждан, и действительно тема именно вообще качества воздуха, она растет в последние годы все больше. У людей запрос вообще на понимание, как бы что вообще с качеством воздуха в городах, почему иногда воняет у них. И это не только, например, их волнует качество типа воздуха, они начинают, мы видим, стараться, как Ирина говорила, как бы разбираться, и тем самым мы помогаем рассказывать не только людям, что можно делать с качеством воздуха, как можно измерить, проверить, да, как бы. Но и тем самым это стимулирует людей узнавать вообще, что происходит у них как бы в районе, в регионе с другими, например, как бы предприятиями. Какие там стоят очистные там сооружения, какие стоят как бы фильтры. И это действительно помогает развивать такую экосознательность как бы у людей и интерес вообще как бы к ихнему региону. Да, очень хорошо. Мне было бы сейчас интересно узнать, как вы видите, сотрудничество или поддержку между Чехской Республикой и Беларуси, потому что мы раньше как бы то чувствовали, что наше правительство видит Беларусь как определенный приоритет или один из приоритетов. На сегодня мы не совсем уверены, но я хотел спросить у вас, если вы видите какую-нибудь поддержку со стороны Чехской Республики, и если нет, то может какую поддержку вы хотели бы видеть, или что бы вам сейчас могло помочь, и как могла бы Чехия помочь поддерживать и развивать именно гражданское общество Беларуси в этих тяжелых условиях, в которых сейчас вы находитесь? Ну, я хочу отметить, что, к сожалению, чешское правительство, как это, с одной стороны, вот есть там эти вот программы, транзишн, где поддерживаются какие-то проекты, в том числе совместные с белорусскими организациями, и это очень хорошо, и это нужно продолжать, но как бы в ситуациях, например, сейчас, когда белорусам иногда, не иногда, а довольно часто, то есть бывает нужно покинуть страну или хотя бы иметь возможность, если люди, ну, то есть не под прямо прямой угрозой, но иметь возможность иногда выезжать из Беларуси участвовать в каких-то мероприятиях и конференциях, то сейчас очень сложно получить визы, и там многие посольства, даже, ну, лишились, очень маленький штат сейчас работает, к сожалению, с чешским посольством, ну, то есть они не помогают белорусам, в этом смысле, то есть не помогают с визами, и это очень жаль, потому что, ну, не так много посольств, которые в Беларуси сейчас работают, и, конечно, они могли бы как бы какой-то механизм настроить, чтобы активисты и люди могли получать визы или уезжать из страны, или иметь возможность посещать европейские страны там по разным, по разным поводам. Также, насколько я знаю, что студенты белорусы сталкиваются с большими проблемами сейчас в Чехии по поводу получения вида на жительство, даже уже поступив и получив стипендию, то есть эти вопросы как бы где-то застревают в каком-то бюрократическом процессе. И хотелось бы, чтобы чешское правительство четко различало режим Лукашенко и белорусов. Они смешивало нас как бы вместе, и понятно, что санкции, которые накладываются на режим Лукашенко, это правильно, но как бы ну, такое неподдерживающее отношение к гражданскому обществу, к активистам, оно, конечно, неправильно. Да. Марина, хотите добавить что-нибудь? Да, я, наверное, бы хотела добавить, что мне кажется, очень важно понимать, что даже многие активисты и инициативы и организации, которые после событий 2020 года были вынуждены уехать из Беларуси, они продолжают свою деятельность для свободной и демократической Беларуси. Мы видим, как развиваются белорусские диаспоры в разных странах, мы видим многие организации, которые были вынуждены уехать, чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность. В других странах все равно продолжают работать с белорусской тематикой, повесткой, ищут новые подходы, чтобы поддерживать людей, которые остаются в Беларуси, ищут возможности доносить вообще проблемы, которые есть в Беларуси, потому что важно понимать, что как экологические проблемы, социальные проблемы, проблемы молодежи, которые есть сейчас в Беларуси, они никуда не уходят и не даются, и они не могут ждать лучших времен, когда действительно Беларусь станет демократичной и свободной страной, и мы сможем туда как бы вернуться. Потому эта деятельность тоже очень как бы важна, она важна как для будущей свободной Беларуси, она также важна и для белорусов, белорусов, которые сейчас остаются в Беларуси, не всегда, возможно, имеют возможность выступать активно, быть как бы публичными, но все равно продолжают свою деятельность, хотя может иногда кому-то казаться, что она как бы не видна. Большое спасибо. Постараемся донести информацию до тех, которым интересно и у которых есть возможности. Но у меня последний вопрос к обе им вам хотите или думаете вернуться в Беларусь когда-нибудь? Какие ваши планы дальнейшие? Как только, так сразу. я добавлю, что важно не только физически вернуться, и, конечно же, я лично этого хочу, но важно, чтобы Беларусь стала свободной, чтобы люди, которые сейчас находятся в тюрьмах, не только смогли выйти, но и чтобы они были реабилитированы, и чтобы люди виновные за эти репрессии, насилие, и фальсификацию выборов, тоже были привлечены к ответственности. И чтобы не только мы имели возможность вернуться в Беларусь, но и чтобы Беларусь имела возможность быть свободной и демократичной страной. И мы для этого и работаем. И зеленые. Большое спасибо за ваши ответы, за ваше видение, и желаем удачу, и, конечно, желаем, чтобы в Беларуси ситуация улучшилась, как возможно, скоро. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok